Обычно все делают топы о самых длинных зауроподах, но сегодня я расскажу вам о зауроподах, которые могли держать шею над землей и были самыми высокими динозаврами. Эомоменчизавр, длина 13 метров и очень невнушающий рост в 4 метра, но в топ попал потому, что вероятно мог вытягивать высокую шею, но и потому, что динозавр малоизвестный. Эухило, длина 11-15 метров, а рост 7 метров, вероятно мог держать шею практически вертикально, как жираф. Эркету, длина 17 метров, а рост 7 метров, имел очень длинную шею по соотношению к своему телу как маменчизавр, но только не было найдено спинных позвонков, чтобы это точно сказать. Австерпосидон, длина 25 метров, а рост 7 метров, самый большой динозавр в Бразилии. Сонорозавр, длина 17 метров, а рост уже 9 метров. Пелорозавр, длина 18 метров, а рост 9 метров, но по некоторым оценкам он мог достигать и 14 метров, но по-прочему это довольно спорно. Хуабейзавр, длина 20 метров, рост 9 метров, имеет неплохо сохраняющий шкелет, поэтому является важным звеном в таксономии для понимания эволюции зооропорта Азии. Камарозавр, длина 23 метров, а рост 10 метров, про этого динозавра и так все знают. Куэртозавр, длина 30 метров, а рост 11 метров, известен только по нескольким позвонкам, но его шейный позвонок является самым широким позвонком в мире. Брахиозавр, длина 24 метра, а рост 15 метров. Жираф от Титан, длина 26 метров, а рост 15 метров. От брахиозавра отличается более легким телосложением и строением череда. Маминчезавр, длина 20-35 метров, а рост 15 метров, имел самую длинную шею по соотношению к телу. Архиепископ, неофициальное название африканского брахиозаврида. Точные размеры неизвестны, но вероятно, он был еще больше, чем брахиозавр и жираф от Титан. Заоропосеидон, длина 35 метров, а рост 18 метров. На данный момент это самый высокий известный динозавр. Бревипоропус, динозавр, который мог достигать роста в 25 метров, Но он известен только лишь по цепочке следов. Поэтому мы даже не знаем, мог ли он вообще высоко поднимать шею. Если мы нашли в моем видео ошибки, то обязательно напишите комментарий про это. Также хочу напомнить, что скоро выйдет вторая часть про содержание мелких пауков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!